Привет с удовольствием, дорогие друзья, на своем канале. И сегодня мы продолжаем эксперимент на балконе. Сегодня у нас четвертое видео, и сегодня 30 июня. Непосредственно мы наш эксперимент начали 30 мая, но к посадке приступила я 9 июня. И вот сейчас стоит очень сильная жара. Вот сейчас уже 9 час, 10. 10-й, начало 10-го, а 36 градусов. Вот представляете, что? Я думала сегодня, честно сказать, все у меня сгорит. Но, слава богу, все выжило. И я сейчас буду демонстрировать, что у меня получилось. Это промежуточный момент. Вот четвертое видео, промежуточная съемка. Ну, по результатам, что у меня получается. Итак, что же у нас на 30 июня в моих горшках импровизированных? Вот на переднем плане у меня помидоры. Я их высадила все. Вот такие. Кучка целая, кучка. Очень хорошо развивается. И во втором горшочке тоже прекрасно развивается. Но это еще пока рассада небольшая. Так, их я буду, естественно, пересаживать. Здесь останется один помидор, один саженец. И здесь останется один саженец. Но выбрасывать я, честно сказать, их не хочу. Я их, пожалуй, рассажу. Что получится, я не знаю. Ну, в принципе, это эксперимент. Естественно, я не знаю. Но, честно сказать, мне жалко. Вот как вот из этого количества выбрать то, что надо? Не знаю. Так. И теперь я хочу рассказать про огурчики. Что же у меня с этими, с моими замечательными огурчиками? Еще раз напоминаю, что огурчики у меня трюкач, а помидоры у меня томат красный. Том красный. Так. Вот мои... На передний план выходят мои огурчики. Вот в этой горшочке у меня посажен один саженец. У меня вот из всего пакетика, из этого трюкача один, всего три семечка. Вот, смотрите. Здесь один посажен, здесь два. Но практически они одинаковые. Вот мне кажется... Ну, чуть, может быть, вот этот побольше. Но, естественно, на такую емкость я не оставлю два. Вот один из огурчиков я рассажу. Вот у них у каждого усики. Я считаю, что они прекрасно развиваются. Сейчас вот их уже надо подвязывать, у них уже усик. Я уже сделала подставочку, но их нужно будет привязывать. И следующее видео будет, естественно, уже в том месте, где они будут непосредственно расти и вытягиваться. Они будут у меня на шпагате, на шпалере какой-то, где будут закручиваться и расти дальше. И я уже их трогать не буду, ни на каком я столе ее показывать уже не стану, потому что они будут у меня сидеть уже капитально. Привязанные к моему балкону или к моему подоконнику. Я, правда, не решила еще где. Наверное, все-таки на балконе они будут. Но я огурчики, надеюсь, что стопроцентно я дождусь результата огурчики, думаю, я попробую. А вот с томатами они, конечно, должны дать какой-то урожай, но успеют они, не успеют. Я думаю, что успеют хотя бы к сентябрю. Но, между прочим, обратите внимание вот на эту баночку. Вот она. И что здесь? Это не просто что-то, а это иван-чай. Тот иван-чай, который я собираю уже время сбора иван-чая. И после того, как я перебрала иван-чай, остаются какие-то отходы. Я их высушила обыкновенно. Не, как сказать, это просто отходы от иван-чая. Не ферментированные, так скажем. Я их высушила. И я что делаю? Я мульчирую свои огурчики и помидоры. Но так как это эксперимент, я думаю, моим огурчиковым помидором от этого иван-чая, который пахнет сеном, вот эта баночка, худо не будет. И на этом, дорогие друзья, я заканчиваю свой репортаж с балкона. Хочу пожелать всем доброго здоровья. И экспериментируйте на балконе, дома, в саду, где угодно. И ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!